А чего это я так вырядилась? Да ничего, просто потому что суббота. Почему бы и да, я считаю, что каждый день как праздник, я в субботу обожаю прийти, накраситься, придумать, чем я пойду и поехать с девочками куда-то отдыхать, ну или не с девочками. Дорогие мои, напоминаю, что провожу парфюмерные консультации текстового аудио в виде формат личный, также обращайтесь, пожалуйста. Сегодня будет короткий ролик, у нас большая пауза была, потому что у меня ролики были на монтаже, и я решила, что нужно впрок прям записать, чтобы не было вот таких сильных у нас с вами задержек, да, но 4 дня это мой максимум, вы прекрасно знаете, что я часто выхожу в свет, поэтому что. Я хотела с вами, кстати, на одну тему с вами поговорить, что, как вы считаете, правильно ли иметь всегда запасной план касаемо своих каких-то, ну не знаю, развитий событий жизни, даже если вы там замужем или у вас есть близкий человек. Я пришла к тому, что, наверное, у нас всегда должен быть свой личный план на жизнь, несмотря на то, есть у нас муж, жена или семья, потому что всякое может, да, случиться. И мне кажется, что очень классно, когда у тебя, несмотря ни на что, есть свои планы на жизнь, то есть они не зависят ни от мужа, ни от жены, то есть ты понимаешь, что ты хочешь это, это, это. И в любом случае посмотреть вот эту страну, достичь вот этого, да, несмотря на то, что у тебя есть семья. Обычно как? Семья появляется и все, планы рушатся, мечты отодвигаются, отодвигаются в дальний ящик, да, и, соответственно, неудовлетворение, и схлопывается как будто бы жизнь. И все, и день сурка, да, нам никогда, даже если у нас есть семья, дети, да, кто угодно рядом, мы должны помнить о том, что мы хотим и к чему мы стремились. То есть, потому что обычно в голове как, если вот у меня есть муж, ах, господи, как я поеду в какую-то командировку длительную, у меня же муж и дети, я же не справлюсь, да. Но это все происки ума, потому что при большом желании и при муже, и при детях вы съездите туда, куда вам нужно, либо с ним, с ними, либо порознь, но договоритесь, да, как. То есть у вас все равно должен быть свой план на эту жизнь, потому что если что-то идет не по плану, не знаю, там, вы развелись, или угроза развода, да, все начинает рушиться, потому что вот это будущее было завязано на одном человеке. То есть вы понимали, что вот я с ним поеду, я с ней поеду, да, а тут ее нету, и будущего как будто бы нету. Вот чем опасно вот это будущее связывать с людьми, да, то есть хочу быть счастливой именно с ним. Но вы не знаете, хочет ли этот человек быть счастливым с вами, да, и вообще счастливым. Хочу там, не знаю. Ну, в общем, когда мы связываем свое будущее с какими-то людьми, это очень чревато тем, что, повторюсь, если эти люди уходят, либо поступают не так, как мы ожидали, очень больно потом строить, выстраивать вот это свое будущее, есть даже в НЛП такая техника выстраивание альтернативного будущего. Это когда вот люди свои все планы будущие связались с каким-то человеком, а он взял там и ушел от них, и приходится, либо умер, да, что ужаснее там, не знаю, даже не знаю, что ужаснее для женщины. Это для мужчины тоже. Потому что все планы были подвязаны на этого человека, а он так вот бабаться и исчез просто из вашей жизни, вы понимаете, да, и все, и у вас как будто бы некуда идти, вы в ощущении тупика, пустоты. Вот здесь очень важно все это граничит, да, есть один человек, есть другой, есть мои дети, есть жена, там, теща и так далее. Но есть еще и мое, что я хочу, да, вот это вот очень важно. Нам сразу кажется, что вот, ну как же страх, да, появляется контроль, что как я так буду планировать, а вдруг меня не поймут. А еще бывает такое, что как я так буду планировать, а вдруг человек второй тоже так начнет планировать. То есть страх того, что другой будет тоже делать то, что он хочет. Поэтому у психики есть такая вот типа вторичная выгода, не буду ничего планировать, вне зависимости от него, потому что есть ожидание, что другой человек будет поступать именно так же. то есть если у него предоставится какая-то возможность реализовать себя что он выберет вас скажет о мне не нужно реализацию или он и я буду своей женой есть и пирожки грубо говоря то есть там не знаю перспектива какой-то командировки либо перспектива переезда всей семьи до к чему я сказал переезд ну короче да то есть психика так вот придумывает что я сейчас откажусь другой человек тоже потом откажется обычно бывает так кстати вот я уже рассказывал и говорил миллион раз что мужчины чаще делают то что они хотят вы должны выбирать свои интересы равно оставляются то есть понимать что даже если я рожу ребенка я все равно буду ходить зал и качать задницу даже если я рожу ребенку у меня будет красивая грудь я пойду и если что сделаю потому что есть вот вещи которые приносят вам удовольствие которое приносит это даже какая-то ценность до пойти в зал потому что на здоровье это мой внешний вид мой внешний вид моя ценность потому что когда я на себя смотрю я получаю удовольствие от себя соответственно хорош на странице у меня хорош на стране то вероятность того что у других тоже будет прекрасная велика да но не всегда не всегда помню что люди бывают на негативе и не знаю там жопу павлинам распусти все равно будет все не так все не то просто потому что у них внутри что-то неприятное происходит я вот у меня есть такая же проблема я вижу что человек рядом со мной как-то вот переживает как-то в плохом настроении все принимаю на себя мне кажется что ты я что-то не так сделал на самом деле это не я сделала просто в человеке что-то происходит поэтому здесь вот нужно что ну делить делить какие-то границы и обязательно помнить о том что вы хотели до отношений до брака до семьи и обязательно это реализовать потому что потом происходит этот момент когда ты думаешь 5 здесь прошла пипец и вот это вот и страх смерти появляется именно поэтому то что мы не реализовываем свою жизнь как-то ее не проживаем так как мы хотим потому что да ты в кайфе да хоть завтра вот я своими друзьями разговариваю с ребятами которые живут вот по кайфу им все нравится то что они делают то что их окружает они говорят да я хоть завтра потому что я каждый день проживаю настолько в удовольствии что мне еще пофигу вот так что друзья мои вот такие вот такие интересные истории толкнула речь то так что у нас сегодня чем я сюда побрызгаюсь побрызгаюсь по душу сегодня я конечно же тоняю меня такое немножко плейбойский вид кстати на ложе наше ложе и аромат в принципе такой плейбойский под черный корсет бархатный когда у вас такое игривое настроение надо аромат просто супер я уже рассказывала до что это ром это карамель это маракуйя это амбра это пачули это аромат рок-н-ролль и сексуальной ночи когда все в экстазе от музыки от какого-то перевозбуждение он немножко грязноватый то есть там чувствуется такая сексуальная грязная энергия в этом аромате он такой но он очень он там чтобы танка он имеет такую пенковую направленность немножко шипр какой такой вылазит у него мужская прям доля такая игручая вот чувствуется но я получаю травмат просто безумное количество комплиментов это очень редкая история несмотря на то что я то есть парфюмерный маньяк да ну редко вот на это это просто постоянно я сейчас вот прям побрызгнулся мне его хватает во первых на весь вечер вот так я делаю я очень сильно душусь я сразу говорю я не люблю сильно близко распыление я люблю вот такое диффузное прям облако было на эту тумачкаешь так не делайте это очень секси это очень красиво сексе вот поэтому пожалуйста я подготовил для вас сегодня еще несколько ароматов ноту рома до сегодня рассмотрим все таки сегодня покажу ароматы с нотой рома который есть у меня и сегодня я хочу осветить такую новинку как ну как новинка и не знаю какой-то год 2021 год бренд milano fragrance панеттоне аромат пахнет выпечкой с цукатами здесь есть нота ух да это прям очень гурманская здесь очень красивая горечь кстати за счет бессмертника да это это бомба это вот как раз таки рождественская направленность мне приехал от ливант здесь нота рома есть она здесь бесподобная пряность от гречки которая есть базис ванили очень необычные эти очень необычные ноты семена моркови и имбирь и апельсин горький здесь по моему да вот как раз таки от него горечь и здесь такая вот прям стручковая кондитерская ваниль которую мы добавляем выпечку очень красиво очень нарядно ну а конечно так беспечно то есть сказать что это как вот не знаю кого-то поразить сразить наповал нет это просто согреться это укутаться это погрузиться в атмосферу праздника уюта семейности какой-то такой уютный семейный аромат очень красивый очень далее конечно же это что с нотой рома да ну это вот прям любимец мужчин и я обожаю его на мужчинах сама носила но сейчас уже как-то не так сильно это straight to heaven от киевин да white crystal у меня уже он в рефиле уже бедные флакон такой изнасилованы покоцаны что по потасками жизни я бы сказала вот но это такие вымоченные деревяшки в роме добавлены здесь сухофрукты и пачули очень красивый аромат он холодный но и при этом согревающий он мороз очень любит вот когда холодно этот ром он выполняет такую функцию он не успевает согреть он балансирует с морозной температурой с низкой и получается что как бы просто он такой охлаждающий и очень-очень дорогой шлейфе потом когда вы заходите в тепло конечно алкоголь так осаживается и согревает но это вообще бестселлер хит от киллиана учитывая что киллиан немножко подпортился до последнее время straight to heaven я все равно хвалю также как я похвалю black phantom это кардамон это кофе это шоколад это табак это карамель это сахар и гелиотроп и еще миндаль горький бесподобная стойкость бесподобный шлейф очень красивый он действительно такой прям аромат женщины-кошки как его часто называют вы девчонки которые такие соблазнительницы вот им спокойно его мужчинам тоже абсолютно не секс пожалуйста носить с удовольствием вот кстати вальмонт мико де ора но этого аромата нету нигде мы не будем вот отбрать напоминаю что все ароматы про которые мы сегодня с вами поговорим вы можете приобрести на сайте интернет-магазин косметики парфюмерии рандову . ру использовав мой специальный промо-код прикрепил его в описании к данному ролику даст вам дополнительную скидку 10 процентов при покупке от двух с половиной тысяч рублей далее аромат пинхали гонс клара да мы сегодня поговорим про ноту рома согревающую ванильную красивую такую очень глубокую она глубже чем шампансками такая диффузно больше согревает до клара очень неплохой аромат это вот тройка моих любимцев это клара это констанция и константинополь вот то что вот прям въедается мне в память потому что клара это такая ванильная амброво-алкогольная направленность с нотой пачули и корица немножечко здесь корица имеет такую шероховатость бритвенную да но это тоже все очень красиво это согревает единственное что пинг холлиганс не совсем стойки но опять же есть деньги ляжку жгут если вам просто нравится эстетика этого бренда она действительно уникальная вот эти головы она очень презентабельно и необычно на подарок поэтому кто вот из ваших там любимых друзей и знакомых любит ванильном брово ароматы с ноткой алкоголя вот здесь сейчас как раз самое время это носить вы можете подарить до дорого но если у вас я повторюсь очень много денег то почему бы да в конце концов не все любят очень долго и плотно на себе ощущать аромат то не айоми мы осветили с вами да про то не айоми тоже нота рома конечно же тут так интересно случилось то что сегодня все на ноте рома я вообще особо не готовилась признаться вам я даже не планировала что мы будем с вами так долго разговаривать дальше мы возьмем аромат карнер карнер пала санта да это лучшая пала санта вообще парфюмерии где бы я бы не встречалась все равно это самое правдоподобное вот это благовония пала санта здесь она лактонная она с ванили естественно да но это все не приторно с бабами тонко я помню что у меня девушка одна заказывалась очень известный шеф-повар она вообще гремит везде на всех телевизионных каналах она мне просто я очень хочу термата что реально полоса пала санта вы мочили в молоке добавили специи и ванили и получили бесподобное воплощение вот этой вот палочки деревянные благовониями здесь все очень как-то правдоподобно они все сделали хотя здесь нету вот именно но ты пала санта здесь сандал да ну мне кажется что это в принципе на 1 в общем посмотреть что пала санта это разновидность какого-то сандалу да есть ароматы у которых прям в базе точнее пирамиде нота пала санта она есть но вот лучше чем здесь она не воспроизведена нигде тоже нота рома есть естественно то здесь все такое алкогольно-молочный аромат спала санта очень красивый тоже нарядно и я бы сказал так интеллигент интеллигентные все ароматы но нет интеллигентный так дальше ну возьмем эрмес до амбра энерго или это аромат который очень похож на date delights от the house of food аромат очень гурманский составе там корица рома сумасшедшее количество какие-то сладости карамель тоже ванилию кунжут кумарин бабы танка здесь очень много этих нот афродизиака кумарин вообще племенах я уже рассказывала да это вытяжка из баба с бабов танка вытяжка который добавили вот в первую брачную ночь и дают по сей день в племенах вот этих вот всяких африканских чтобы там хер стоял и дымил извините здесь очень интересно здесь очень много дыма потому что здесь лабданом и бензоин то есть не дыма здесь подогревается еще и засмаливается аромат несмотря на то что и мед и корица очень очень сильно уходит в пену для бритья то есть он идеален вообще для мужчины он прям сядет просто прям вот как хороший дорогой пиджак хороший дорогой брючный костюм вот это вот прям сюда здесь не нужно бояться сильно сладости потому что она здесь настолько сильно уравновешено даже перевешенная бабами танка с молами и корица и корица тоже дает и ментоловости и немножечко пена для бритья но это тоже очень нарядный аромат и я считаю что он больше в мужской направленности у меня были очень большие надежды на него думаю ну все сейчас будет такая гурманика он нифига не гурманский хотя я вот говорю он коричневым амбровый но все-таки он больше как бы амбровый но он сладкий конечно и ванильные то здесь все вместе в нем есть и алкогольные да но вот чтобы это вот было примитивно гурманика в жизни нет даже не ждите от него очень очень интересный ну кстати у байреда 11 час мне очень нравится аромат очень тоже красивую древесные фруктовые пряны и при этом еще и алкогольный здесь все очень настолько настолько грамотно как-то сочетается и инжир и нота сливы и нота и сои супер молекулу да он при этом очень стойкий он любит такую разгоряченную кожу он очень интересный он довольно таки такой жесткий в посадке но вот прям у байреда один из наверх самых тоже красивых ароматов который тоже можно надеть на какой-то вечер именно когда такое настроение уже посерьезнее но это для тех но нет не прям вот гурманика ну как не то чтобы гурманика а здесь больше алкоголь он как бы просто он знаете вот как настойка вот в этом аромате он выполняет ноту настаивания как раз таки вот этого инжира и сливы и бабы танка туда с кедром добавляется очень красивый аромат и вообще не фанат марки байреда но пожалуй если бы я что-то брала это был бы вельвет хейс и это был в 11 час мне очень нравится этот аромат и у ты мартель да у ты мартель я почему-либо не взяла потому что на базе очень мужской ну прям совсем мужик-мужик никуда могу но он безумно дорогой красивый я его мужчинам всем рекомендую и девчонкам кто любит такие более мужские звучание а вот это аромат да обязательно освещу последний аромат про который поговорим это племен пряжен royal врубон пожалуй это вообще самый лучший аромат из всей линейки этого бренда потому что арт-навио мне не понравился база очень дешевая инжир шикарный от квентин бежда мурмур и неплохо но он требует настаивания и он такой прям вот этот вот знаете извините пожалуйста цитаты великих людей не в рот ни туда ни сюда то есть он вроде есть и вроде его нет я такой не люблю да одно чего не скажешь про рел бурбон это очень красивый аромат с лакричником с ромом с табаком с корицей с имбирем из очень красивой ноты ванили здесь все равно я слышу какой-то шоколадный потом нем у меня есть в отливанте я в него вообще влюбилась он и в меру тягучий и в меру плотный но плотность 3 из 5 он не прямо плотником сидит как тони айоми намного плотнее но он очень красивый потому что здесь очень грамотно соединили все ноты лакричник дает немножечко и лактонности аромат бесподобные вот из всей линейки он наверное самый лучший и на тему гурманики и на тему нарядов и праздников пожалуйста вот тоже с нотой рома шикарно он не сильно теплый не горячий он теплый он в меру вас и согреет и усладит немножко да и при этом справит потому что здесь все таки есть и перчик сычуанский имбирь то есть старт такой забористый с корицей да но потом да все очень красиво утопает в алкоголе сглаживается табаком бесподобный аромат лучший вообще во всей линейки поэтому берите пока никто в нем не ходит вообще вот так вот вот такая вот нота сегодня рома неожиданно у нас разошлась до кого-то алкоголические выпуски последнее время ну извините пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои гениальные видео подписывайтесь соцсетях специально помогут прикреплю в описании к ролику развёртывайте разворачивайте смотрите да там коды все есть и и если вы хотите увидеть обзор то есть ищите обзор именно от меня на какой-то аромат вы вбиваете в поисковой строке на ютюбе там допустим tom ford металлик кристенболк и вам выдаются сразу ролики где я говорю про какой-то из запрашиваемых ароматов то есть все ролики где я говорю про этот аромат вот и все все мои дорогие всем пока всем прекрасного дня и вечера я пишу эту субботу ну когда выйдет